Священный кагор на Пасху или бодяга в пластиковой бутылке? Человек может умереть от острой почечной недостаточности. Как с помощью соды и глицерина проверить качество церковного вина? Берём глицерин, берём наше вино, капаем туда немножко глицерина и смотрим, появится обязательно осад. И где его лучше не покупать ни при каких обстоятельствах? Мы можем завезти просто ящик, да, допустим, там, да? Но самое главное, только быть, чтобы его оформлением, значит, это я как-то и вверх. Пасха уже на носу, и кагор – один из самых важных составляющих этого праздника. Но как его выбрать, чтобы не оказаться в больнице? Ведь сейчас на полках церковных лавок этот святой напиток стоит без акцизов и этикеток. А какого он качества, можно только догадываться. Из завода, да? Для начала хочу купить несколько видов этого вина разной стоимости. Для чего – узнаете чуть попозже. А пока еду в одну из самых пафосных церквей в Украине – Киево-Печерскую лавру. И иду в лавку к Дальним пещерам. Мне сказали, что самый хороший кагорчик продают именно там. Скажите, пожалуйста, а кагор только такой? А кто играет в этот литр? Ну, и по чаю. Да, нормально. Стоит кагорчик 50 гривен за пол-литра. Беру. Дальше отправляюсь в небольшую церквушку в спальный район Киева. Та же история. Пластиковая бутылка и без каких-либо опознавательных знаков. Но, надеюсь, в церкви на качестве дурить не будут. На очереди кагор магазинный. Кагор украинский. Кагорчик-то вечер. Крепленое десертное. Специальное типа сладкое. Берут это, думаю, что. Итого. У меня три вида кагора. Но какого он качества? Разобраться в этом не поможет Миша, владелец бара. Сейчас мы вместе с ним протестируем народные способы проверки церковного вина. Кагор за 30 гривен мы будем проверять содой. За 45 – водой. А магазинный святой напиток за 60 гривен будет испытываться глицерином. Начнем. Первый возьмем способ наш самый простой. То, что есть у каждого дома. Это сода. Мы берем тарелочку с содой. Самая обычная, обыкновенная вина. На арену выходит сейчас вино церковное за 30 гривен. Мы чуть-чуть капаем венца прямо туда, в соду. Посерил. Сода вступает в химическую реакцию с красителями, поэтому если она посерела, то ваш кагор, мягко говоря, тухта. А если стала фиолетовой или синий, то пить можно. Наше вино из небольшого храма, которое стоит 30 гривен, тест не прошло. На очереди вино за 45 гривен из Киева-Печерской лавры. Наполняем рюмочку. Сейчас будет сложно. Когда речь идет о рюмочке, наполняем, сразу начинают трястись руки. Так. И теперь вот эту рюмочку опускаем в стакан с водой. Если бы было хорошее вино, оно бы сразу так не растворилось в воде. Если бы у нас вино осталось в рюмочке, так как плотность воды и вина разная, тогда бы перед нами было хорошее вино. Если применяется, не дай бог, метиловый спирт, который используется в технических жидкостях, в стеклоомывателях, в тормозной жидкости и так далее, и так далее. И этиленгликоль – это состав антифриза. Если при метиловом спирте идет поражение центральной нервной системы и зрительного нерва, то есть человек, это абсолютно реально, человек может остаться слепым. Если же употребляется этиленгликоль, антифриз, человек может умереть от острой почечной недостаточности. Когор из лавры также с треском проваливает испытания. Грех на душу берут, продавая такое винишко. Интересно, когор из магазина тоже окажется бодягой. Попробуем проверить его глицерином. Это трехатомный спирт, который вступает в реакцию с плохими спиртами. Берем глицерин, берем наше вино, капаем туда немножко глицерина, и смотрим, появится обязательно осадок. И смотрим, какого цвета у нас будет осадок. Если осадок у нас не поменялся, цвет, значит вино качественное, хорошее. Если какое-то другое, там, желтое, оттенок фиолетовый, это уже перед нами тогда будет точно подделка. Осадок цвет не поменял. Аллилуйя! Хоть магазинный когор за 60 гривен порадовал. Но получается, что церковное вино – это обычная крашеная вода со спиртом? Ни этикеток, ни акцизов, ни чеков. Ничего. И если вы им отравитесь, доказать что-то будет нереально. Я решился на провокационный эксперимент. Сделаю когор сам. А затем попытаюсь толкнуть под реализацию в церковную лавку на территории Киево-Печерской лавры. Наша нерегулярная выездная алкалаборатория начинает свою работу. Берем обычную водичку, ароматизатор на 10 литров и спирт этиловый. Из всего этого мы приготовим 0,7 литра прекраснейшего когора. Наливаем 0,7 литра воды в графин. Добавляем туда 100 мл этилового спирта и ароматизатор когора, который я нашел в интернете за 45 гривен. Перемешиваем. Приготовленный нами когор чем-то отдает земляничкой. Сейчас его разливаю по бутылкам. Отправляюсь в Киево-Печерскую лавру. По легенде я представляю Одесский винный завод, который хочет продать партию священного вина. Захожу в церковную лавку, где совсем недавно покупал когор для своего эксперимента. И почему? Да, смотрите, пол-литра мы отдаем по 15 гривен, литр 28. Упаковка. Упаковка, смотрите, этикетку мы можем сделать вплоть до того, что хотите ваше будет. Но там будет то, что тут или там будет то, что тут? Нет, то, что тут. Мне бы требовалось его распасывать. И этикетки, так? И по-моему, это варить. А так что? Из практики, когор у вас берут? Ну, конечно, берут. На сколько там активно? Ну, значит, у нас по теле трубы стоит, по параллитру. Ага. И что не секрет, откуда он? Ну, только-то в воде. Поражает, что в ходе наших бизнес-переговоров у меня никто не просит документов и без лишних вопросов идут на контакт. А если я гадость принес, которой могут отравиться сотни православных? Ради всего святого вы издеваетесь. Мы вам можем завести просто ящик, да, допустим, там, да? Да, да. Но самое главное, чтобы побачить ее оформление, побачить ее как бутылки и поставить, что будем побачивать. То есть? Я выставлю плоско, выставлю все. То есть, в принципе, ну, если что, без проблем с процентом, вот так? Для храма у нас в облике была. Доброе. Но цена не дорогая? Больше? Наши проценты? Ну да, нет, это по-любому. Сколько процентов? 21 гривня, я думаю, что нет. 21 гривня за полмитра, да? Ну, наценка, грубо говоря, 6 гривен. Ну, 6 процентов. 40 процентов? Да. Все? Доброе. Я просто в шоке. На ваших глазах я только что толкнул партию самодельного когора в Киево-Печерскую лавру, где его собираются продавать с наценкой в 40 процентов. И все, что встревожило заведующую церковной лавки на территории Киево-Печерской лавры, не товарный вид бутылки. А что в ней никого не колышет? Мы можем завезти просто ящик, да, допустим, там, да? Но самое главное, чтобы побачить ее оформление. Но как же выбрать Кагор, чтобы не загреметь в реанимацию? Минимальная цена я бы рекомендовал где-то, наверное, там не менее, там, но если на полке, то, наверное, 50, 60, 70, может быть, гривен. То есть импортные, молдавские, на сегодняшний день тоже достаточно неплохие есть производители. Там, я думаю, что 120-150 гривен. А вот Кагор в пластиковых тарах обходите десятой дорогой. Это пластик, в нем воду даже второй раз не рекомендуют заливать, а уж не для вина, в котором есть очень агрессивная среда, есть алкоголь, есть кислоты, но очень много всяких активных, химически активных веществ. Вино может вступить в реакцию с пластиком, а это чревато сильным отравлением. Хороший Кагор должен пахнуть чем-то смородином. Смородином вареньем, грубо говоря. Если говорить о плохом, то плохой чем может пахнуть? Ну, какая-то неприятная, уксусная бывает, еще какие-то нотки там, брожения. Ну, а если вы все-таки купили Кагор в церкви, молитесь, чтобы он был хороший. Ну, можем завезти просто ящик, да, допустим, там, да? Но самое главное, чтобы увидеть ее оформление, увидеть, какая бутылка, и по-заводствуя, что будем его видеть. В стране стало на 2,5 тысячи тонн мусора меньше. На днях в Украине состоялся грандиозный субботник. Серед 20 тысяч волонтеров были и зерки сериалити «Киев в день и в ночи». Какие пристрасти разгорелися между участниками проекта просто посреди парку. Мы ждем Киев днем и ночью! Новый канал в лице героев сериалити «Киев в днем и ночью» поддержал всюукраинскую акцию «Сделаем Украину чище». К этой инициативе присоединилось невероятное количество зрителей проекта. Ну что, вы все серии смотрите? Да! Нравится? Да! Так, хорошо. Самый любимый герой? Карина. Карина! Карина! Ой, Карина! А мы после вас! И Сема, Сема, Сема! Вот Сема! Пятерка героев сериалити уже на месте, а у меня в голове все утро стоит только один вопрос. О, а вот и Саша! Просто скажи мне, так где енот? Ну вот все задают этот вопрос. Ты думаешь, я так легко на него отвечу? А если я скажу, вдруг все туда сейчас перемехнутся, кто будет здесь? Природа! Смотри, какой свежий воздух! А вы енота в четырех стенах оставили! Вы нормальные вообще! А кто сказал, что у меня в квартире не свежий воздух? Напомню, милый енот Семен живет в квартире вместе с ребятами. Может и хорошо, что енота не взяли? Ведь у Саши сегодня ответственная миссия. Я хочу привести просто Киев в порядок. Ну, круто ходить по чистому и классному городу. Кстати, прорваться кому бы то ни было просто нереально. Фанам здесь просто тьма. Но вот и хозяин квартиры. Герои сериалити, они убирают в квартире у себя? Ну, как вам сказать, если вот волшебный пинок дашь, тогда да. Ребята, они на самом деле хорошие. А Салья, правда, такое, он не сильно любит чистоту, но благодаря еноту, который все-таки заставляет его убирать из-за собой и после Семы, вот, то он как-то старается. Но сегодня ребята настроены решительно и буквально рванули чистить территорию парка. Каждый побрел в разные стороны. Но я замечаю главного героя-любовника. Но если вы следите за последними событиями, то знаете, что нашему Богдаше и так за последнее время досталось. Меня Богдан усиловал. Кто отец? Своего ребенка. Вообще-то ты. В смысле я? Богдан, ты отец. Интересно, как ему убирается после всего этого? Я там слышала, Карина, что ты там то беременна, то не беременна, то потом... Я сам не пойму, честно. Да, что ты изнасиловал, ты не изнасиловал. И все на тебя повесили. Все на меня, представляешь? Все вот эти вот дела такие непонятные, все на меня. А почему именно к тебе это все летит? Не знаю. Зрители нашего красавчика в обиду не дадут. Он в окружении подружек-милашек остается убирать территорию. А я замечаю темпераментную Альбину. Кстати, эта малышка, увы, пока что одна. Так, Гошенька, пока мы с тобой тут наедине, скажи, пожалуйста, кто-то из мальчиков нравится тебе? Мне? Угу. Угу. Прям секретик. Можешь ли по секретику? Да, да, по секретику. То пока... Нет. Ау! А Богдан, подожди, там на него все вроде поцелены. Боди? Ну, Боди он хороший, но не мой типаж. Я еще, я жду принца. Оставляю Альбиночку ждать принца, а сама иду к скромнице Оксане и вижу, как Паша тут же резко уходит. Что-то напряженное у ребят отношение. Паша тебя избегает, да? Вы как-то с ним пытаетесь не пересекаться. Видишь, он только пошел уже. Ну, о чем нам говорить? Ну, мы хорошо общаемся, мы дружим. Да, уж так себе дружба. Но в этот момент Оксана была больше занята призывами ценить природу. Если все вот поднимутся из своих домов, если все выйдут, там помогут, то Киев будет намного счастливее. А я тем временем направляюсь к Аполлону Паше. Разберусь, чего он один убирает. Дама сердца, почему не помогает? Ну, я сам справлюсь, все нормально. Такого парня я бы одного даже на метр бы не отпускала. Но все же, может, его одиночество хитрый ход? Ты, может быть, пришел специально, чтобы с Оксаной как-то сейчас наладить, так сказать, мосты. Угу. Да? Давайте не будем. Стесняшка Паша не намерен раскрывать мне душу. Я могу тебе помочь убрать, раз у тебя сегодня спутницы нет. Давай, я все равно. Да могу тебе помочь убрать я. У тебя перчатки есть? О, вот и контакт завязался. А может, и не нужна ему новая девушка, а? Но этот красавчик здесь вовсе не для флирта. Я здесь бываю иногда, и когда я узнал, что именно парк партизанской славы, ну, я с удовольствием согласился, потому что, ну, я здесь бываю именно. Какой мусор обычно надо убирать? Я думаю, шишки можно пропускать. Шишки, шишки, бумажки, да. Да уж, выяснять что-либо у этих партизанов бесполезно. Ну, о чем нам говорить? Ну, мы хорошо общаемся, мы дружим. Видимо, все подробности увидим на телеэкранах уже завтра в 22.00. Не пропустите! А вот вам любопытная история. Воришка, которую крал у девушки, мобильный, прислал ей на e-mail свое селфи. Ну, сфотографировался и прислал. Конечно же, он сделал это случайно, не специально. Просто у хозяйки телефона стояла синхронизация гаджета с почтовым сервисом. За якою хитрою схемою нині крадуть мобильні? І як повернути поцуплений телефончик навіть без допомоги правоохоронців? Ви не можете уявити без нього свій день. А вони вкрадуть його за секунду. Бо навмисне полюють за вашим мобільним. Як злодії це роблять? І чи можна вберегти телефон? Я зважилась не в эксперимент. Найідеальніша платформа для такої крадіжки – торгівальний центр. Натовп людей, а увага прикута до яскравих вітрин. Лише за останній місяць у столиці в магазинах свиснули приблизно півтори тисячі мобільних. Серед них і Катін. Я изначально покажу вам, з якими я сейчас хожу телефоном. А тоді пішла на шопинг із улюбленим айфоном. Решила зробити дзвонок. Катя була в шоці, коли зрозуміла, її обікрали жінки. Я, як дівчина, ніколи б в принципі не могла подумати, що це можуть зробити дівчинки. Я не розумію, для мене, якщо вор – це мужчина. Ну, чесно, извините, мужчина. Найбільше, що ніхто не хоче допомагати, ніхто не підійсує. Я підходила до представників торгового центру. Мені сказали, що відео покажемо, передоставимо. Дві тижні пройшло, відео немає. О-оу, а це вже пряме порушення. Запам'ятайте, відео з камер спостережень торговий центр просто зобов'язаний вам показати. Тим паче у присутності правоохоронця. Інакше? Це вже буде змова між покриттям даного злочину і самими грабіжниками. Якщо даний заклад відмовляється від цього, вона, звичайно, може підозрювати цих осіб, причетних до вчинення злочину. Катя вже подумки попрощалася зі своїм телефоном, бо нерви, каже, цінніші. Але я вирішила розібратися і показати вам, як берегти свої речі від крадіїв. Для цього треба мислити, як вони. Тому? Ви б навряд чи подумали, що я крадій. Саме тому я ідеальний претендент на цю роль. Просто зараз я вам продемонструю, як саме крадуть ваш мобільний телефон. Ви бачка, у вас є полуночна жуйка? Угу, нема. Ми переключаємо домінанту внимання. Звісний момент, коли людина проходить і нагло дуже, допустим, вас плечо так толкає. Ого! В це час ви відвлеклись, а ось тут вже раз і все. А ось іще одна схема. Тут усе ще простіше. Мені не треба витягати ваш телефон, достатньо його притримати рукою. Решту зробите ви. Просто підете, а я залишуся. З телефоном у руці. Вуаля! На самом деле люди працюють вдвоєм. Вспомните фільм «Місто встречи змінити нельзя, ручечник». Тобто він працював з красивою жінчиною, вони воровали шуби іностранців. Але перед цим що він робив? Він вибивав номерок, який лежав на самом деле в кармані людину. Він підходив і неожиданно йому говорив «Здравствуй, дорогой, друг мой!» А потім «Ой, извините, я ошибся, простите, пожалуйста». І уходив. А номерок був вже у нього в руках. Спільниця, кажете. Хм, ну тоді на підмогу собі візьму красуню-подругу, при чому озброєну. Злодіїві не потрібен гострий ніж, аби порізати вашу сумку. Достатньо п'яти копійок, але заточених як гостре лезо. У мене сумка. Жертва навіть і не уявляє, що ми задумали. Це був ідеальний злочин, а за того, щоб остаточно відвести від себе підозри, варто лише позбутися уліки. Це як в рекламі. Красива жінка, дитина, бабуся, котик. Ось це чотири персонажі, які викликають доверію, несмотря ні на що. Тобто нам кажеться, що це має бути якийсь такий, знаєте, дядька, навіть якщо він там не грязний, не пам'ятий, то, по крайній мере, з таким злим взглядом. Нічого подобного. Навіть якщо говорити про мужчинах-авантюристів, то приєдніші люди. Вам просто не хочеться розтаватися з цим чоловіком. Пам'ятаєте, Катя розповідала, що в той день телефон вкрали не лише в неї, а ще в сімох людей. Так от, мені вдалося знайти цих постраждалих, і вони мені таки показали фото тих, хто вкрав їхні мобільні телефони. Камери зафіксували ось цих двох жінок. Побачите їх в торговому центрі, обходьте стороною. Пам'ятайте, вам не мають права відмовляти у наданні відео з камер спостереження. Згідно закону, 90 днів мають зберігатися дана відеоінформація в будь-якому приміщенні, в будь-якому закладі. Жіночка просить видати її відео, а це відео не видають, можна говорити про фальсифікат, можна говорити про зговір, про злочин. В такому випадку ми можемо подати на них в суд? Чи ні можемо? Так, безумовно. Отримавши відео, шукайте там свого злочинця і показуйте на нього пальцем правоохоронцям. Маючи фотографію правоохоронцям приблизно скільки треба часу, щоб встановити особу людини, маючи фотку? Маючи фотографію, як правило, правоохоронці протягом трьох діб вже встановлюють конкретну особу і знають, хто це може бути беззаперечно. І головне, не впадайте у розпач, якщо вас обчистили зараз і розкажу, як можна відчукати свій телефон навіть без правоохоронців. Для того, щоб максимально збільшити шанси на повернення, у вас має бути смартфон. Смартфон, тобто не такий телефон? Ну, такий телефон, проблематично встановити якесь програмне забезпечення. Уявилися, що ми його вкрали, все, цього телефону немає. Що ми робимо далі? Потрібно відкрити сайт iCloud. Ваш смартфон має свій обліковий запис, тобто логін і пароль на цьому сайті, вводите ці дані і... Ось ви вийшли в ваше меню і тут є магічна... Найти? Найти ваш телефон. А, ну, це ми тут зараз знаходимося? Прирічна вулиця. Прирічна вулиця, так. Можна не лише знайти свій телефон на карті, а й включити на ньому сирену, натиснувши лише одну кнопку. Проходить і зараз... І це вона там завжди буде клікати? Доки ви його не вимкнете. Режим пропажі, це що значить? Якщо ви його активуєте, то ви можете задати текст, який буде відображатися на екрані, телефону, якщо якась чесна людина його знайде, наприклад, якщо ви в парку чи в магазині десь, ви можете вивезти туди контакти, на які потрібно зателефонувати, щоб вас знайти, з вами зв'язатися, повернути вам телефон. І можна скрати всі дані? Дуже часто буває так, що окрім самого телефону є багато інформації в телефоні. Це і ваші фотографії, якісь світлини особисті. Є особиста інформація, це соціальні мережі. Всі, ви ж без парольу заходите туди. Є, якщо ви прив'язуєте банківські картки і так далі. Моментально натискаєте цю клавішу і впродовж тих хвилин вся інформація стирається. Але це ще не все. Уявіть, лише ваш вкрадений смартфон може сам сфотографувати злодія і відправити вам фото на пошту. А це ваш телефон? Я у вас його вкрала? Так. І ви можете мене сфотографувати? Так. Я можу відправити за допомогою цієї програми, за допомогою через інтернет, відправити запит. Активується передня камера. І знімок робиться тоді, коли цю програму намагаються закрити. Тобто обов'язково лице буде видно. Причому таку програму можна встановити на смартфон уже після того, як його вкрали. Але для цього треба також мати обліковий запис, знати логін і пароль. Якщо ви в цьому всьому нічогісінько не тямете, як я, нам радитого можуть у сервісному центрі. А що ж робити, якщо вкрали улюблений, але звичайний телефон? Всі говорять про просто якийсь божественный імей-код, по якому правоохоронці можуть буквально за півгодинки знайти твій телефон. Ви маєте право заявити клопотання письмове дослідчого про проведення пілінгу і встановлення місцезнаходження даного телефону. Є спеціальний підрозділ міліції по боротьбі з кіберзлочинностю. У них є ці можливості технічні. Насправді для того, щоб встановити місце знаходження конкретного телефону, достатньо близько п'яти хвилин. А якщо міліціянт не горить бажанням допомагати, подавайте до суду! Ухвала суду є обов'язковою для виконання. Згідно статті 303.304 КПК, звертайтеся до суду про службову недбалість даного представника правоохоронного органу, саме слідчого, який буде змушений виконати ухвалу суду, яка однозначно буде винесена на вашу користь. Але найліпше, звісно, поводитися у торгівельному центрі так, щоб телефон у вас не вкрали. Це збереже купу нервових клітин. Досвідчені кердії запевняють, не існує жодної кишені, яка б могла вберегти ваш мобільний телефон від злоді. Тому, як на мене, ідеальний варіант – тримати його постійно в руках. Уночі Львівщину засипало весняним снігом. Тільки не подивіться. Рятувальники оголосили штормове попередження. Такого квітня в Україні не було вже 80 років. То спеки плюс 25, то морозний нуль. Шах. Чем опасно бешенство погоди і коли краще планировать літній отпуск? Радуйтесь, що можна селфіться на фоне весенніх перших цветів? Зря. Відь це зловіщий симптом глобального потеплення. В цьому року цвяті дерев'я, які повинні були розсвісти тільки в середі має, вже вовсю буяють. Це знамениті магнолії в центральному ботанічному саду столицы. І ви тільки посмотріте, нікторі з них вже просто осыпались. Воно вже, глянь, посыпались. Ёлки-по. Так що, якщо ви тільки собираєтесь на селфі-пати к цвятущим магноліям, то ви вже опоздали. Желаючи зробити селфі на фоне магнолії, воно вже целий круг почета протоптали. Таке впевнення, що тут пробігала толпа мамонтов. Для сравнення, в це же время, але в прошлом году, этот вид магнолії ще був в бутонах. Вот доказательства. Це магнолія в ботсаду 18 апреля 2015 в бутонах. А це 21 апреля 2016 года. І тут вже опавші лепестки. А тросови за сирень, яка цвяте в конце мая, начале іюня, вже зараз, в апреле, починає розпускатися. І навіть пахнє. І лично мене таке масове раннє цвітіння не на шутку пугає. К чому такі глобальні аномалії? Відбувається глобальне потепління. І воно прийшло, і причем темпи його з кожним роком наростає. Ми вже, можливо, не всі це помітили, але тиждень, ну, з перервом, безумовно, ми в квітні вже прожили літо. Безумовно, це аномалія. І спеціалісти утверджають, що такої странної температури вони не фіксували. Внимання! С 1936 року! І це ще не предел. 2015 року не тільки в світі, а й в Україні виявився найтеплішим. Темпи цього року не збавляється. Британська медовіслужба, взагалі, прогнозує, що цей рік буде ще тепліше, ніж 2015 року. Якщо вже в апреле жарить і охлаждає не по-детски, то що ж ожидати літо? Глаза мне открыли в отделі долгосрочних прогнозів. Тут за температурою следят більше ста лет. І вот, як виглядила температура глобуса планеты в 1910-45 році. Красні точки символізують те части земли, де температура воздуха повышалась більше всього. А вот показатели уже за 1946-1975 год. Тут жара і холод одинаково покрыли нашу планету. А це, внимание, повышення температури за 1976-2000 годи. Сейчас, как бы, конец век, видите, все красне. То есть так повысилась температура. І ми забралися вот сюди. Простими словами, ми сейчас живем в самом разгаре глобального потепления. Все параметры того температурного климатического режима, который был в предыдущем веке, в середине, мы, как небо и земля, от него теперь отличаемся. У нас новый климатический режим. А дальше вот как-то это обостриться? На человечестве уже сейчас отражается. Потому что то сильное потопление, то засуха сильнейшая. Беды очень много от этого явления. Но явление-то появилось не на ровном месте. Приложилась и человеческая рука, и матушки природы. Когда происходит землетрясение, например, как три дня назад в Японии, разламывается земная кора. И кипящая лава нагревает воздух. Из-за всего этого разные природные катаклизмы нас будут поджидать ежедневно. Мы будем больше жить весной и осенью. А зима и лето стали короче. Независимо от сезона, независимо, в любой сезон, это будет очень резкий перепад температуры. Это наша действительность сейчас. Это наш климат. И вот к нему-то пристроиться очень тяжело. Но вот больным людям сердцем и предсказывать это тоже очень сложно. Потому что это не просто вот подскочила температура неделю-две, а иногда два дня, через два дня 30 градусов, может упасть до 13 градусов. Но как же тогда планировать отдых летом? В мои первые декады она неустойчивая. Она начнется с прохладной, потом поднимется температура. Но там, по-моему, ни одно еще похолодание будет хорошее. А вот поплескаться в море лучше в конце июня, начале июля. В этот период погода не будет капризничать. А че безопасно дитям купаться в найбільшому в Украине аквапаркове? Не прогавте, сегодня ревизора в Кирилевце. Ну а чем еще обескуражили страна и мир, узнаем прямо сейчас. Восьмаранку Киев. Ось цьому хлопчині в полицейской форме на работу больше поспешать не нужно. Его извольнили. Гучно, зі скандалом. Хлопец зі столичної нацполіції відзначився кілька днів тому. Його авто зняли на відео журналісти. В салоні з зеркала звисає осмежувач повітря з шевроном Беркута ДНР на фоні російського триколора. Тепер щодо копа сепаратиста проведуть службове розслідування. Результати передадуть в СБУ. Девять утра, Австралія. Депутат Джереми Бекингем поджигает реку. Вода, кажася абсолютно нормальна, вспыхнула, як факел і горела потім ще цілий час. Так Бекингем на практиці показав, чим вредна добыча сланцевого газа. І це при тому, що ближайші предприятия в кілометрі. Австралійський депутат утверджає, що в такому состояниї всі сусідні водоєми. 12 Запоріжжя. Поліція зізнається журналістам, що підступно їх надурила. Однак зробила це заради слідства. Раніше правоохоронці розповсюдили ось це відео. На ньому нібито жорстоке вбивство бізнесмена. Все було, ну, дуже натурально. Калюжа крові, понівочина авто. Насправді головний герой цих кадрів – живий-живісінький. Криваве відео – постановка. Аби взяти на гарячому замовника вбивства. Той, до речі, в пастку попався. Повірив, що вбивство відбулося і заплатив гроші виконавцю. Тут його і пов'язали. 14.00, Полтава. Полосатая кошка, неожиданно для самой себе, стала звіздою інтернета. Ось ці мінімішні кадри пересматрюють і в Україні, і за границей. Кошка викармливає своїх малышей і ще два бельчонка в нагрузку. Малыши залиши одні, їх подобрали патрульні і віднесли в бедклініку. А там деткам подыскали вот такую полосатую маму. Ё, кстати, і саму звути Белка. Якраз у нас у кошки родились котята. І я приняла решення попробувати бельчат подсадить кошки. Кошка оказалась хорошей мамою і приняла дітей себе. Тепер нам вона смать героиня. Де роблять селфі з шакалом та фазаном і вправляють якай серфінгом, як у Бразилії. Абзац розпочинає екстремальну мандрівку Україною. Ти дуже гарний. Да, 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 я такой. Ура! Я еду на Азовське море в уникальное место, куда толпу туристів ще не добрались. Так называемый Берючий остров. Це територія національного природного Азово-Сивашского заповедника. Место буквально дикое во всіх смыслах. Боже, хороше, що у мене є попа. Це як подошка безпасності, тому що с такими дорогами на костлявій задніці не проєдеш. Мда, є мінус. Як будто тебе по стиральной доски елозят. І по такій дорогі треба проїхати від курортного поселка Кирилловка через всю Федотову косу. В кінце неї і знаходиться заповедник. Трястись 9 км мне пришлось аж 40 минут. Я сейчас нахожусь на Берючьому острові, і це заповедник. І мене зараз провезуть по ексклюзивним местам, куди не ступала нога ні одного туриста. Що посмотреть? Начальник охраны острова Николай усадил мене в свій внедорожний балід. На другої машині такої сафари нормально і не посмотриш. Кругом заповеднає стип, а в неї водяться лані, муфлони, дикі лошади і даже шакалі. І ще 270 видів животних. Проїжджаємо буквально 500 метрів і вже віжу оленей. Видите, як їх багато? Целое стадо. Бемби! Я просто в шоке. Але догнать оленью сем'ю мене не удалось. Це вам не зоопарк, де подошел і всіх рассмотрел. Протяжність заповедника більше 20 км. Але зверюшки хоч і убіжали, але оставили на пам'ять мене унікальний презент. Ух ти! Це настояший рог! Представляєте? Ще один більше! Смотрите, який огромний! Рога. Да. Вони сбрасують ежегодно рога весною, марте. Да. Уберіг місяця. Ніколай строго-настрого запретив забирати оленьі рожки. Це запрещено. Але потім жалюся. Увезу в Київ подарок. Внезапно ми свернули з туристического маршрута. Здесь, ну, совсем дікая природа. Звері людей не бояться. Я делаю селфі зайчиком. Между тем, уже завтра я отправляюсь в маленькую украинскую Швейцарию. Национальный парк Пушский гард. Абзат! Там я попробую настоящее экстремальное развлечение рафтинг. А-а-а-а! У-у! Уйди, волна! Уйди! Не мочи меня! А потом я отправлюсь в место, которое не уступает по своей красоте ирландским фьорам. Увижу уникальный монастырь, высеченный прямо в скале. Ничего себе! Люди прямо из Нью-Йорка сюда идут 8340 километров для того, чтобы увидеть всю эту красоту! Искупаюсь в озере молодости с абсолютно уникальной глицериновой водой. Море бодрости, энергии и хорошего настроения! У-у-у! Ну а пока продолжу путешествие по Берючьему острову на Азовское море. Здесь множество уникальных птиц, около 70 видов. Здесь, к примеру, водится много фазанов, цапель и перепелок. А это гнездо редкого белохвостого орла. Вот он, совсем близко! Вот он, вот он! Я готова ему дать пять! Орел, дай пять! Я настолько близко с орлом, еще никогда не была. Берючий остров на самом деле и не остров вовсе, а полуостров. Островом он становится осенью, когда лиман переливается на сторону моря. Вот в этом месте. Это самое узкое место. Между Уттунским лиманом и Азовским морем. До 100 метров. До 100 метров? Стоимость. Кстати, вход на остров платный. Экскурсия вам обойдется в 40 гривен с человеком. Детям до 14 лет 20. Длится сафари около двух часов. Приезжать лучше к 6 вечерам. Животные как раз выбегают на ужин в степь. Ох, боже, они такие прям кукусики все такие. Как-то хочется носить мордочку. Вот это все. Итак, как сюда добраться? На остров можно доехать или доплыть. Ехать до курортного поселка Кирилловка. Там свернуть на Федотову косу. В конце которой вы и упретесь в заповедник. Второй способ – плыть по морю. Туристы заезжают и плавствами. Вот, организовано все. Из Геническа на берючий остров входит катер. Стоимость около 150 гривен с человека. Где жить? С проживанием все просто. На Федотовой косе есть несколько турбаз. Цены от 200 гривен в сутки за человеком. У кого кошелек толще, есть номера коттеджа на четверых с кухней. От 1500 гривен в сутки. Сезон в мае еще официально не открыт. Поэтому о проживании на базах договаривайтесь заранее по телефону. Ну или палатка на пляже вам в помощь. Правда, на сам остров вас с ней не пустят. А с палаткой? С палатками нет. А почему с палатками нельзя? Ну, не положено на территорию, эти палатки разбивают. Что покушать? На берючем острове и Федотовой косе кафешек и магазинов нет. Еду надо привозить с собой. В Кирилловке работает несколько продуктовых магазинов. А вот открытых в это время кафешек я так и не нашла. Зато полно придорожных ларьков с сушеной таранькой, камбалой и бычками. И тут их целый-целый ряд. Тут можно купить много-много-много разной рыбы. Такая классная рыбка у вас тут вообще. Прям целая штора. Настоящая рыбная изобилие из Азовского моря. А рыбка ваша почем? Разная цель. На вот эту, на которую вы покажете, я за чем 50 рей. Как развлечься? Никаких ночных клубов, кафешек и прочих радостей цивилизации вы здесь не найдете. Зато берючий остров – настоящий рай для любителей экстрима. Кайсерфинг сейчас становится очень популярным. Это такой вид спорта. Доска плюс огромный воздушный змей. Становитесь на доску и катайтесь по воде с помощью ветра. Сами экстремалы называют Федотову косу второй Бразилии. Метой всех кайт-серферов. За огромную площадь водяной глади. В сезон можно увидеть до 100 кайтах на воде. Самые смелые катаются уже с марта. Но комфортно на воде при хорошей погоде уже с начала мая. На берючем острове катаются настоящие кайт-серферы-профи. Но меня, как новичка, будут учить на мелководье со стороны лимана возле Федотовой косы. А похудеть можно? Да вот так можно до 5-8 килограмм сбросить. Ого, так это очень круто на самом деле. Слушайте, девочки, приезжайте. Мне кажется, я сбросила пару кило еще до начала катания на кайт-серфинге. Чтобы запустить змея, его нужно накачать насосом. А это очень сложно. Уже трудно. Мамочки. Аккуратненько его переворачивай. А-а-а. Радугой прям. Ну, а теперь натягиваем гидрокостюм. Без него на воде точно можно окоченеть. Ведь катание возможно только при очень сильном ветре. Ну и повязку на уши не забудьте. Розовая как раз для меня. Технику безопасности прошла, основные азы усвоила. Теперь бегом на воду пробовать. Что я могу вам сказать? Это непросто. Мне кажется, я похудела как минимум на 3 килограмма. Во-вторых, да, первое время надо учиться. Мне практически удалось встать на доску буквально на пару секунд. Стоимость. Кайт, серфинг, удовольствие не дешевое. В день аренда снаряжения обойдется вам примерно в 1000 гривен. Плюс услуги инструктора. Около 1000 гривен в день. А чтобы научиться, понадобится неделя. Но эмоции вы получите незабываемые. У тебя достаточно круто получалось. Боже, я уже прям стала профи. А я еду дальше. Мой следующий пункт – село Мигия в Николаевской области. Здесь находится уникальный заповедник Бужский гард. Его еще здесь называют маленькой Швейцарией. Абзац! Это место – одно из семи чудес Украины. И я понимаю, почему. Здесь уникальная природа. В заповеднике протекает речка Южный Буг. И именно здесь уникальные скалистые берега с каменистыми порогами. Есть реки гораздо круче, но на равнине горная река – это одно из немногих мест вообще в мире. Не только в Европе. Смотрю и просто не верится, что такая красота в Украине. Но еду сюда не только, чтобы полюбоваться видами. Этот заповедник – лучшее место для рафтинга в Украине. Экстремальный сплав по бурной реке на специальной лодке «Рафти». Оденем на вас жилетик, оденем на вас касочку для вашей техники безопасности, чтобы если в случае вы выпадете из лодочки, ну так и в случае бывают. А я могу выпасть? Уйди, волна! Уйди! Не мочи меня!